МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Цену выше, качество ниже, к чему может привести повышение цен на бензин. Водная стихия. В центре города произошел потоп. Новые технологии в хирургии обсудили в РязГМО. Все выше и выше и выше. Ситуация с ростом цен на бензин складывается, как в той песне. Эта печальная для автовладельцев тенденция может привести к самым разным последствиям, среди которых и продажи более дешевого, но некачественного топлива. Этой проблемой озадачились сотрудники региональной антимонопольной службы. Подробности далее в сюжете. По данным на 13 мая этого года, средняя цена на 92-й бензин составила 39,5 рублей. На 95-й – 41,70 рубля, на дизельное топливо – 42,20 за литр. Такое повышение цен серьезно ударило по кошелькам автолюбителей. Бензин очень дорогой. И вот то я заправлял все, как сказать, 25 литров, а сейчас заправляю 23. Есть разница? Все очень дорого. Надо было чуть поменьше делать. В последнее время очень подорожало. Как бы за несколько дней буквально там 3-4 рубля. Я уже настолько привык к этой ситуации, что постоянно повышает цен на бензин. Это уже вошло в привычку. И достаточно бытовая, можно сказать, нормальная ситуация. И на фоне этого я, честно говоря, уже перестал следить за изменением этого табла. Скоро полтенник будет. Обещали, значит, будут. Ну, цены на бензин, ничего не хочу сказать. Растут. Представители антимонопольной службы решили разобраться с проблемой и собрали рабочие совещания, в котором приняли участие, и те, кто непосредственно реализует бензин. Руководители заправок уверяют, они готовы снизить цены. Но есть одна очень существенная проблема. Те, кто торгуют нефтепродуктами в розницу, не могут сами регулировать ценовую политику. Ведь оптовики повышают цены. У нас сейчас главный аналитик цен – это, конечно, питерская биржа. Когда биржа сорвалась, буквально ее невозможно было сдержать. И цены росли по 2-3 рубля за день. Оптовые цены. Ну, конечно, розничные цены мы здесь на местах сдержать не сможем. Даже если сравнить буквально за полтора месяца, оптовые цены выросли на 12 рублей. Еще один парадокс заключается в том, что цены на нефть на мировом рынке растут. Одним из основных поставщиков нефти является Россия. По логике, цены на нефтепродукты в стране с богатейшими полезными ископаемыми должны снижаться. Но, вопреки всем ожиданиям, они растут. С точки зрения государства, здесь есть некий дисбаланс, который призван, все-таки, это призвано Федеральной Тенапурной Службе в лице ФАС России и у территориальных органов навести, скажем, здесь выставить некий баланс. На сегодняшний момент мы осуществляем контроль, как территориальные органы, как и все другие территориальные органы в регионах осуществляют контроль, усиленный контроль по поручению ФАС России. По фактам выявления необоснованного повышения цен, необоснованных цен, то есть признаков, ну, будет направлена информация в ФАС России. И ФАС России, соответственно, как Федерального господина мастер примет соответствующие решения, либо какие-то действия, либо совершили какие-либо действия для того, чтобы данную ситуацию стабилизировать. Еще одна существенная причина, из-за которой цены на бензин в стране постоянно ползут вверх, это акцизы, которые повышаются два раза в год. Очередной скачок ожидается в июне, значит, в июле бензин опять подорожает. С чем это связано? Это повышение акцизов два раза, да. Это у нас фиксальная политика государства, это проведение внеплановых ремонтов нефтеприрабатывающих компаний. То есть они ежегодно, как нам нужно, ежегодно производят свою там очистку оборудования, модернизацию оборудования в том числе. Поэтому это каким-то образом влияет на рынок нефтепродуктов. Ну и, конечно же, повышение мировых цен на нефть на биржах. Поэтому отсюда, конечно, это являются основными факторами, которые влияют на цену на бензин. Специалисты уверяют, на данном этапе единственное, что можно сделать, это изучать и анализировать. Абсурдность ситуации заключается еще и в том, что производителям нефтепродуктов выгоднее реализовывать их на заграничном рынке. Экспортный паритет сейчас составляет порядка 60 рублей за тонну, в то время как у нас в стране 52 рубля за тонну. Конечно, в антимонопольной службе уверяют, что ситуация будет контролироваться и надеются, что рынок нефтепродуктов в нашем регионе стабилизируется, а цены на бензин станут приемлемыми для потребителей. Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе. Мария Рудаев, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Продолжим выпуск с печальной новостью. В селе Дюлина утонула маленькая девочка. Сейчас специалисты поисково-спасательной службы на воде исследуют дно реки и прибрежные зоны в надежде найти следы ребенка. Ситуацию комментирует помощник руководителя регионального следственного комитета Анжелика Евдокимова. По предварительным данным, утром 17 мая Рязанка с тремя своими детьми, старшей шестилетней дочерью и двумя девочками 2015 года рождения, находилась на берегу реки Прав в селе Дюлина Рязанского района. Во время игры в воде одна из младших девочек стала тонуть. Спасая ее, женщина бросилась в воду, две другие девочки в это время также оказались в реке. Женщине удалось спасти старшую и одну из младших сестер. Предположительно, третья девочка утонула. Следователями Рязанского межрайонного следственного отдела в рамках организованной доследственной проверки проводится осмотр места происшествия, устанавливаются возможные очевидцы, осуществляются иные следственные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося. Вынужденные водные процедуры. Казалось бы, время весеннего разлива осталось позади, однако большая вода пришла сегодня практически в центр города. Чем был вызван нешуточный потоп? Этот вопрос заинтересовал многих, в том числе и нашу съемочную группу. Аллея Олимпийской славы, что расположилась между автотранспортным техникумом и стадионом «Спартак», сегодня больше напоминала русло небольшой реки. Потоки грязной воды хлынули на спортивную детскую площадки после полудня, подтопив в том числе и территорию автотранспортного техникума. В районе 11.30 начала подниматься вода. Как видите, здесь ситуация такая очень критическая. Мы сразу позвонили во все службы, где-то часа полтора ждали, пока приехали. Начинают разборки, чьё это хозяйство, кто этим занимается. Машина водоканала, по словам очевидцев, приехала, постояла и уехала, не сделав ничего, что остановило бы потоки воды. Причину аварии рабочие также не прояснили. Но на этот счет у местных жителей и сотрудников техникума есть некоторые предположения. Здесь коллектор, закрытые решетки специально для сбора мусора. Видно, вода поднялась, и эта решетка забилась, и вся вода мимо трубы пошла вверх. Наши вот такие предположения. Ответ на вопрос, откуда взялось столько воды, стал известен позже. Всему виной очистительная работа на Рюминском пруду. По всей видимости, там спустили воду, и в итоге каким-то невероятным образом она оказалась здесь. Кто несет ответственность за данную оплошность, представители администрации города сейчас выясняют. Ну а потоки воды, изрядно подпортившие специальное покрытие спортивной площадки, порадовали школьников. Они с удовольствием шлепали по лужам и, похоже, единственные наслаждались внезапным потопом. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Прекрасные цветы, помятые колесами автомобилей – это не текст песни, а настоящий протест. Таким образом, активисты решили привлечь внимание властей к проблеме ям на дорогах. Они высадили цветы прямо в тротуарные ямы. Такими темпами в местах, где невозможно ни пройти, ни проехать, могут появиться аллеи цветов или, например, дороги из ковров. У кого на что фантазий хватит? Подробнее расскажет Олеся Котровская. В районе улицы Лесопарковая появилась новая дорога – ковровая. Пока протяженность ее небольшая – порядка 100 метров. Но жители планируют принести сюда еще ковровое полотно. Эта дорога – не знак протеста местного населения. Она служит скорее для удобства жителей, чтобы легче проехать к своему дому на машине и скрыть имеющиеся неровности. А вот по соседству, на этой же улице Лесопарковой, вблизи дома номер 44, дорога оставляет желает лучшего. Жители неоднократно обращались к местным властям. Буквально в этом году, наверное, осенью, когда делали основную улицу Лесопарковой, асфальтировали, нам обещали, что сделают наш кусочек. Обещали, что сделают. Только сказали, ну уж не обижайтесь без тротуара. Да, слава богу, так бы сделали. И кончилось, вот как сейчас вы видите, ничем не кончилось. Письма к властям ситуацию не изменили, хотя обращались люди за помощью неоднократно. Вот только одно из писем – жители Лесопарковой. Здесь подписи жильцов нескольких домов, расположенных рядом с разбитой дорогой. Написали депутату Госдумы Красову Андрею Леонидовичу. Все было оставлено в приемной, что принято все с подписьми, все как положено. Но до сих пор никакого ответа мы не получили. Жители Лесопарковой говорят, что если дорогу не сделают, ее выложат коврами в знак протеста. Помимо ковровой дороги в нашем городе может появиться и дверная на улице Восковольтная. Вблизи дома 18, корпус 1. Здесь жители проложили тропинку к домам из дверей. Правда, дорожное полотно с ямами пока не трогали. Но настроение от вида дороги у них такое, что они готовы закрыть выбоины дверьми или досками. Яма выбоины, проехать нельзя. Ну, я так думаю, что ее делали лет 5 назад. Ну, такое качество, что очень плохо, очень плохо. Одни круглобашины ухабы. И в черте города стыдно. Машина все разбивается. Вот видите, одни ямы. А когда вода, вообще тут не проехать ничего. Превратится ли дорога на Восковольтной в дверную, а на Лесопарковой в ковровую покажет время. Мы будем следить за развитием событий. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Язвенные кровотечения и новые технологии в хирургии. Вот лишь некоторые темы, которые обсудили на юбилейной конференции в РЯСГМО. Стоит отметить, что мероприятие проходит в год 75-летия вуза. Программа рассчитана на два дня. Подробнее далее в сюжете. На Всероссийской конференции общих хирургов медики должны не только обменяться методами, но и выработать новые подходы к лечению тех или иных заболеваний. На конференции затрагиваются такие значимые вопросы, как эффективнее действовать в условиях экстремальной хирургии или как избежать рисков для пациентов во время операций. Обмен опытом для медиков очень важен сам по себе. То есть медицина и специалисты должны постоянно учиться. И то, что здесь присутствует достаточно значимый, высокий по своему профессиональному составу уровень специалистов, это важно как никогда. Одна из важных тем конференции – язвенные кровотечения. Как их остановить и не допустить? Есть разные методы и подходы. Появляются новые технологии, как, например, сейчас для остановки кровотечения очень эффективна эндоваскулярная хирургия. В желудке кровит какая-то, какая-то часть, где язвенная, вводят через сосуд на конечности специальный инструмент, очень тонкий, его проводят до этого сосуда и вводят тромб, его закупоривают и останавливают кровотечение. Несомненно, за методом эндоваскулярной остановки кровотечений большие перспективы. Но пока это еще дорогостоящий метод, и для него требуется определенное оборудование. Тем не менее, медики уверены, за новыми технологиями и новыми подходами в хирургии – будущее. Так называемый фаст-трек – это подготовка больного перед операцией, само проведение операции в послеоперационный период по сокращенной программе, чтобы минимизировать, так скажем, тот фон, который испытывают пациенты в предоперационном периоде, послеоперационном периоде, для самой операции. Много того, что было раньше применялось, рутинное, так скажем, оно уже себе изживает. Поэтому не обязательно всем больным ставить кризму, скажем, да, там, где это можно избежать. Потому что это определенные страдания тоже. Все вот это требует приближения к современным таким представлениям. Еще одна из важных тем конференции – лечение гнойных заболеваний. Хирурги отмечают, что в практике им чаще всего приходится сталкиваться с инфекцией пальцев, кисти и другой локализации. Если имеется гнойное заболевание кисти или стопы, то нужно поступать так, как мы поступаем с любым гнойным заболеванием. Необходимо превратить гнойник в рану, согрязненную микробами, но уже лишенного субстрата воспаления, который можно вскоре закрыть наложением швов. А вот как это делать – это уже вопрос, так сказать, индивидуальный для каждой локализации. Вариантов очень много. Ран не шел, поздний шел, до появления, так сказать, признаков заживления, после появления признаков заживления, закрытия раны, образовавшейся после обработки гнойника швом или кожаной пластикой, или каким-то иным способом. Всероссийская конференция общих хирургов рассчитана на два дня. За это время специалисты обменяются опытом и решат, какие методы им стоит ввести в свою практику. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В управлении Федеральной налоговой службы Паризанской области состоялась пресс-конференция на тему «Декларационная кампания 2018 года». На встрече с журналистами рассказали о проведенной работе управления, а также напомнили населению о том, как важно вовремя подавать декларацию о доходах и о том, какие наказания грозят тем, кто не платит налоги в срок. На пресс-конференции «Декларационная кампания 2018 года» отметили, что в целом в Паризанской области наблюдается положительная динамика. Люди отчитываются о своих доходах. Однако, как и прежде, население больше интересуется налоговым вычетом. Что касается количества декларантов-миллионеров, то здесь дела обстоят так. Количество декларантов-миллионеров в этом году также увеличилось по сравнению с прошлым годом на 403 человека и составило 2987 физических лиц. По состоянию на 3 мая физическими лицами в налоговый орган Рязанской области представлено 43 тысячи деклараций. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На пресс-конференции обратили внимание на то, что отчитаться от доходов за 2017 год в обязательном порядке должны те, кто продал имущество, находящееся в собственности менее трех лет. Например, квартиру, машину, земельный участок. Подать декларацию должны счастливчики, выигравшие в лотерею или получившие в дар серьезные подарки, от лиц, не являющихся близкими родственниками. Такими подарками являются дома, автомобили, земельные паи. Так же, как и в прошлом году, в этом году действуют новые правила при декларировании продажи имущества, которое было приобретено в собственность после 1 января 2016 года. Здесь необходимо помнить, что в данной ситуации, если вы продавали такое имущество, то вне зависимости от того, какой был получен доход, сумма налога, которая должна быть исчислена, она не должна быть меньше 70% от кадастровой стоимости такого объекта, например, квартиры. То есть об этом следует помнить, заполняя декларацию форма 3 НДФЛ. Не нужно предоставлять декларацию по НДФЛ в том случае, если налог не был удержан налоговым агентом. В такой ситуации вы получите уведомление на его уплату. Срок до 1 декабря. Кроме того, хотелось бы напомнить, что декларация может быть представлена традиционным способом по месту жительства. Это личная, путем прихода в налоговую инспекцию. Можно направить ее по почте. Кроме того, всегда есть возможность дистанционно направить через наш сервис, личный кабинет налогоплательщика, декларацию. Также, причем, очень удобно это сделать, поскольку нет необходимости долго сидеть, специально делать какие-то действия по заполнению декларации. Все сведения в личном кабинете сразу же подтягиваются из наших ресурсов. И декларации формируются буквально в течение 10-15 минут. В случае несвоевременного предоставления декларации по НДФЛ и неуплаты налогов в срок предусмотрено наказание. Последствием неуплаты являются начисление пеней на сумму задолженности за каждый календарный день просрочки исполнения обязанностей по уплате налога, принудительное взыскание задолженности за счет денежных средств и имущества должников, ограничение права должников на выезд за пределы Российской Федерации. Получить информацию о наличии или отсутствии задолженности можно, обратившись в налоговую инспекцию, направив обращение по почте или воспользовавшись интернет-сервисом в личном кабинете Федеральной налоговой службы, а также во всех отделениях МФЦ Рязанской области. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Нашествие комаров в этом году в Центральном федеральном округе от этих насекомых нет спасения ни людям, ни животным. В Воронежской области из-за комаров гибнет домашняя птица и детеныши домашних животных, а люди боятся выходить на улицу. Как обстоят дела в нашем регионе – в следующем сюжете. Что может быть приятнее, чем прогулка на свежем воздухе после тяжелых рабочих будней? Но такие прогулки зачастую оборачиваются укусами комаров. В этом году их очень много. В центре города деревьев не так много, но комаров здесь, вопреки ожиданиям, не меньше, чем в зеленых зонах. Причины такого комариного нашествия просты. Большой разлив и теплая погода. Вот и все, что надо для счастья этих насекомых. И еще человеческая кровь. Галина Ребезова часто бывает на свежем воздухе, для здоровья полезна. Но последние несколько дней, по ее словам, находиться на природе просто невозможно. Маленькие кровопийцы доставляют большие проблемы. Тучи были, рот не откроешь. Садились, вот сейчас идем руки. А это все руки, все усеяные, все. Жутко было. Комаров действительно много, но врачи спешат успокоить людей. Никаких опасных заболеваний у нас они не переносят. Доказано, что такие заболевания, как ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты комарами не переносят. Это способ передачи к данному инфекции не имеет никакого отношения. В Рязанской области, конечно, обитают малярийные комары. Но проведенные исследования выявили, что в них нет возбудителя заболевания. И они не несут угрозу человеку. С 60-х годов прошлого века в России не было зарегистрировано ни одного случая малярии от комаров, обитающих в наших широтах. Все случаи были привезены из-за границы. Поэтому, собираясь на отдых, стоит быть особенно осторожным. Если человек купил путевку в теплые страны, которые как раз, да или просто по работе отправляются в командировку, то тоже в Африку, в Азию, в Латинскую Америку. Лучше, конечно, предостеречь развитие данных заболеваний, почитать хотя бы в интернете об эндемичных заболеваниях, таких как малярия, вирус ЗИК, возможно, там лихорадка ДНГ, которые переносятся к комарами, обратиться к инфекционисту по месту жительства в поликлинику, спросить о мерах профилактики данных заболеваний. Использование репеллентов может защитить от назойливых насекомых. Если комары все же покусали, то не стоит расчесывать укус. Чтобы зуд прекратился, достаточно принять антигистаминные средства. А если симптомы не проходят, то походы к врачу не избежать. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Пока одни готовятся к активному отдыху, другие вовсю занимаются физической культурой. Рязанские полицейские и представители общественного совета присоединились к общероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка». Более 350 учащихся младших классов собрались на стадионе школы номер 75 для участия в зарядке. Акция приурочена к празднованию 300-летия российской полиции. Весело, спортивно, задорно – так началась «Зарядка со стражем порядка». Сначала разминка, комплекс упражнений на все группы мышц, а затем важные рекомендации, как стать спортсменом, чемпионом и как держать себя в хорошей физической форме. Все эти знания ребята получили на «Зарядке со стражем порядка». Мы рады сегодня вместе с вами принимать участие в общероссийской акции «Зарядка со стражем правопорядка», приуроченной к празднованию 300-летия российской полиции. И приветствуем всех на этом стадионе! «Зарядку со стражем порядка» провели заслуженные мастера спорта, чемпионы мира по боевым искусствам. Старшие лейтенанты полиции Дмитрий Небольсин и Дмитрий Марченко. Помимо именитых спортсменов, ребятам показали, как правильно выполнять упражнения сотрудники культурного центра УМВД России по Рязанской области, а еще специальный гость программы «Одставая кукла-заяц». Во время зарядки он подбадривал мальчишек и девчонок. Вращаем одну рукой! Вперед! Делаем вращение! Вращаем, вращаем правой рукой! Прыжок! Еще раз! Еще раз! Завершилось мероприятие особенным сюрпризом для участников акции – показательным выступлением сотрудников отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области. После показательного выступления они рассказали ребятам, как важна физическая подготовка при задержании преступников, а еще что существуют специальные приемы от нападения. На прощание юные участники акции поблагодарили сотрудников полиции и пообещали ежедневно делать зарядку по утрам. По данным Рязанского гидрометцентра, на территории Рязанской области ожидаются грозы, кратковременные ливневые дожди в отдельных районах град. Усиление ветра порывами до 12-17 метров в секунду, местами до 20 метров в секунду. Явления местами сохранятся ночью и утром 18 мая. В связи с предстоящей ветреной погодой, Главное управление МЧС России по Рязанской области рекомендует жителям и гостям региона соблюдать меры личной безопасности. Если вы стали участником или свидетелем трагедии для вызова пожарных и спасателей, звоните по телефону 01. Мобильная связь 101. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Природа ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52-53-54. Коттеджный поселок Дубровка.